приветствую друзья будет еще одно длинное скучное видео техническое значит какой иногда у меня бывает формате говорящих рук на сей раз она будет посвящена чистки расскажу чем пользуюсь какие инструменты для себя выбрал какие отринул какие средства выбрал какие отринул значит и вот это вот все к несчастью у меня грязных ружей сейчас нет чтобы вам показать как то или иное средство работает но в общем то это и не так важно мне кажется вы все сами увидите я к этому затягивать тайминг не хочется и так будет длинная всякого разного вам постараюсь понапоказывать в рамках видео вот единственное что забыл перчатки одеть ну да ладно в общем начинаю я всегда на самом деле с того что вот на эти вот культяпки одеваю латексные перчатки или нейтриловые но обычно нейтриловые рабочие свои беру вот чтобы не пачкаться они тоже в итоге рвутся но у вас получается испачканными там два больших пальца да они все вообще по локоть это конечно удобно вот к несчастью нормального места для чистки у меня нету поэтому чищу очень колхозно обычно я раскладываю пенку на какую-то поверхность там стол или диван на это стилю длинную простыня вот ту засранную которую видите сейчас внизу вот под этим всем и она лежит у меня на коленках я и что-то вытираю там закрываю себя от брызг и прочее 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 вот конечно если у вас есть стол то вы все это сможете довести до идеала но не имея как говорится гербовой до пишем на пищей значит дальше с чего начну однозначно рекомендую всем приобрести что-то подобное значит это самый простой вариант с алиэкспресс поэтому как видите его уже модернизировал кусками армированного скотча чтобы вот эти площадки не двигались при этом история разборная вот эти колпачки снимаются не очень удобный колпачок выбрал вот вот этот поудобней вот колпачки снимаются соответственно площадка тоже соскакивается направляющих с той стороны происходит то же самое все это компактно убирается здесь резиночка если вы внимательно наверно вам плохо видно но вот это повыше вот это пониже . да вы кладете ружье сюда она получается вот так вот под наклоном что тоже хорошо для очистки удобно все жидкости вся грязь будет стекать чуть позже покажу куда вот есть очень хорошие ящики они более устойчиво чем это хреновина с тоже с такими же штуками но они подороже этого я взял штуковину за 1000 рублей на алике но ключевое для меня было не цена ящики качественнее объективно и качественнее удобнее будут и место под шомпол то здесь вот сейчас я поверну то есть здесь мы можем всего два шомпола разместить обычно таких штуках под ящики там 4 шомпола можно разместить но я правда использую все равно два шомпола но больше не меньше как говорится вот для меня важно было компактность потому что я после чистки эту хрень все разбираю полностью убираю в плоском виде если у вас место под чистку нормальное есть какой-то стол который вы можете выделить под работу с оружием и в том числе чистку то я рекомендую вам ящик но дальше как пойдет значит следующий этап я как бы иду по нарастающей да то есть вот я одел перчатки я разобрал ружье поставил его на эту штуку что происходит дальше дальше я в основном сейчас поскольку стреляю из арки своей то и как бы рассказываю на примере ее чистку с калашом наверное это было бы попроще какие-то вещи может быть там не так понадобятся мелкий объект не фокусирует к нечастью ладно значит это направляющая которая вставится в патронник вот и таким образом получается вот эти резиночки и уплотняют их желательно смазать маслицем перед тем как вставить так будет гораздо проще и вставить и вытащить бывают такие направляющие у которых вот здесь вот вырез это вообще отлично потому что какой-то состав химический или масло можно налить прямо получается в эту трубку и она зальет в ствол это вообще супер пушка вышка просто вот ну а так как бы вот направляющие для шомпола чтобы не засирать лишним ствольную коробку и так далее но на к платформе повторюсь это не столь важно потому что там можно использовать сгиб шомпола там или заходя со стороны ствола никуда лишнего не выходить а вот если вы используете например если вы чистите например аэр платформу или какие-то болтовые винтовки и так далее то вот какая-то подобная хрень вам понадобится по любому чтобы не засрать все вокруг но это в самом деле удобно по-моему это чистоган у меня компания чистоган стоила она что-то там по моему то ли 500 или 700 рублей но что-то такое но какие-то в общем реальные деньги абсолютно облегчает работу прям значительно дальше когда мы поставили что-то такое необходимо соответственно начать работу шомпола значит шомполе вам нужно обратить в моем понимании внимание на три вещи ну в идеале да но хотя бы на две первые вот это вот должно хорошо крутиться то есть не знаю вам видно не видно здесь вот видно то есть должен быть хороший подшипник для чего это связано как зачем и зачем это нужно вот на это место у вас наворачивается соответственно шомпол сейчас его достану вот у меня он еще есть переходничком но они часто с переходничком на самом деле блин не тот шомпол взял вот у меня их два ну не суть ладно наворачивается шомпол когда вы чистите ружье шомпол проходит по нарезу и с резьбы начинает скручиваться если подшипник плохой например как здесь покажу всего другой шомпол например как здесь ну то есть вы видите да он почти не крутится в сравнении с чистогановским это опять же чистогановский шомпол вот и как крутится здесь вот чем лучше у вас происходит вращение шомпола по нарезам и ершом по нарезам до тем дольше и меньше у вас будет откручиваться соответственно насадка которую вы ставите на конец шомпола чем подшипник хуже тему соответственно это будет хуже плюс второй момент сразу значит вы его уже наверняка заметили шомпол неразборный шомпол неразборный с чем это связано во первых также он не будет разбираться когда вы проходите нарезы и чистите ну понятно что на гладком оружие это опять же не так будет актуально но на нарезном этом всяких парадоксах это будет иметь значение то есть вот эти все сочленения они будут разбалтываться развинчиваться и это грозит и поломкой шомпола и неудобством потери времени и так далее цельный шомпол этим как бы не страдает следующий момент в том что каждое вот это соединение металлическое это риск поцарапать ствол поцарапать пульный вход и так далее поцарапать патронник поцарапать дульный срез все все это как бы довольно не скажу что нежные детали да но это все то что не стоило бы царапать вот то что в напрямую влияет на кучность оружия поэтому надо стараться этого избегать и поэтому такие вот шомполы у меня остались только вот ну даже не знаю зачем по большому счету что я его не используя он лежит и лежит вероятно когда-нибудь простые у кому-нибудь подарю по бедности там на первое время и все вот больше на хрен незачем не нужен вот таксу шомпол нужен нам неразборный и третья часть о которой хотел сказать это сейчас я подсвечу то есть вот это место попробуй поймать фокус не хочет опять ладно вот это место оно в данном случае выполнено из латуни чем это не очень хорошо тем что и вишер у меня видите тоже у меня все в общем кроме ёршка выполнено из латуни это не очень хорошо потому что когда вы используете купер лимувер или средства для удаления меди в общем используйте так или иначе только для меди она там у вас или универсальная как у меня который чуть позже расскажу латунь будет окрашивать короче его в синеватый цвет а ну сейчас я покажу вот это я могу вам показать сейчас без каких-либо проблем сейчас мы возьмем триаломовское средство оно универсальное нанесем на патчик я с ней взял закупоренный но ничего страшного несмотря на то что здесь написано на элемент carbon remover на самом деле там давным-давно уже залит такой же 3lm универсальный который и для меди и для углерода вот мы берем следство берем наш шомпол и вот видите уже начинает появляться синева вот она то есть коричневая черная мы снимаем это какой-то нагар туда попал значит во время чистки все заодно он у нас засияет а вот синенькая это латунь это важно может быть потому что это будет смазывать наш результат я чуть позже объясню как я по каким критериям я определяю почищено оружие или нет вот и вы поймете значит упустил нюанс один насчет перед тем как мы берем в руки шомпол на оружие необходимо повесить какое-то что то что будет собирать грязь во первых продаются специальные штуки ящики достаточно удобные большие с откидывающейся крышкой удобно мыть и так далее к несчастью на мое ружье но по крайней мере на air систему я не могу повесить в силу там конструктивных особенностей системы ну просто не получится это сделать аккуратно кто-то использует просто тазики которые ну вот на подобной же системе как я показывал вот он у нас и далее экспрессная вешает чисто на резинку за мушку или там за газовый блок за что-то такое это тоже удобно но я пошел другим путем у меня значит вот такая вот пластиковая бутылочка обычная которую я примет приматываю я ее одеваю на ствол вот так и вот таким вот образом приматываю армированным скотчем сидит намертво даже если у вас что-то куда-то убежит упадет ничего не случится но для меня это оказался самый удобный вариант и опять же компактно мне это легко убрать в ящик со всеми делами вот дальше как все работает дальше соответственно существует два вишера это такие штуки которые вы накручиваете на шомпол вот они сейчас я попробую опять подстроить фокусу был поудобней вот два вишера значит они накручиваются на шомпол вместо ерша и именно поэтому я предпочитаю использовать два шомпола хорошему можно вообще три чтобы не заниматься все время перестановкой насадок на шомполе у меня получается что один шомпус время свершим на другом я меняю вишеры местами со временем думаю что возьму третий шомпол чтобы вот и этим тоже не заниматься но просто это просто дрочь значит как они работают у нас продаются вот такие вот войлочные патчи это у меня здесь все под 223 сейчас чтобы было понимание значит да вот вот такой вот войлочный патч он вот так вот сейчас фокус сделаю вот он вот таким вот образом накручивается значит на вишер и промакивается чистящим средством то есть это инструмент с помощью которого мы весь ствол равномерно промазываем и насыщаем чистящим средством обычно я прогоняю два таких сильно мокрых патча чтобы соответственно вся грязь попала смысле вся грязь была хорошо увлажнена вот этой химией которая будет ее со ствола оттягивать вероятно есть какие-то патчи с более широкой резьбой больше большим диаметром скажем тогда ну видимо под другие калибры не знаю я таких ну короче мне вот этой частью резьбы мне пользоваться не приходилось вот это я всегда останавливался вот на том на чем показал и дальше у вас происходит какая история вы на шомполе протаскиваете это все сквозь ствол а когда оттягиваете шомпол назад патч поскольку он увеличен размере немножечко от жидкости он цепляется краями за дульный срез и когда вы шомпол выдергиваете патч с него срывается и падает как раз вот в корыца либо в моем случае это вот эта бутылочка о которой я говорил так мы насыщаем ствол химии и даем ей подышать полежать так ну я обычно минут 5-10 даю под настроение под все остальное за это время обычно чищу там но опять же если говорить про арку болт керриер госпей стан там внутренности опера и так далее то есть всю вот эту вот историю она отмокает я заряжаю обычный шомпол медный ну и значит соответственно энное количество раз прочищаю я обычно делаю там по 15-20 раз иногда 30 если сильно грязный ствол но по большому счету возможно это избыточно не знаю просто мне кажется так как раз скажем так я для себя подобрал что для меня вот это получается комфортно и после того как шомполом и все прочистили мы берем соответственно другой вишер вот такой игольчатый на него уже одеваем вот такой вот фланелевый патчик это квадратик также они бывают разных размеров вот это все чистоган все что сейчас показываю шом пол вишеры прошу прощения вишеры патчи это все чистоган компания такая у нас есть она продает это все вот в таких вот сейчас покажу в таких вот пакетиках там написано калибр размеры все отмечено количество штук и так далее получается недорого общем и очень сильно экономит время и улучшает качество чистки конечно вот и вот такими патчами мы вычищаем собственно всю грязь я первый прогоняю с маслом чуть позже в конце расскажу про химию значит еще как значит прогоняя первый с маслом потом 23 чистых они выходят поначалу они будут у вас выходить черными причем иногда если вы много масла налили на патч то иногда нужно прогнать даже больше там трех четырех чистых чтобы все все излишки масла убрать значит вот пока вы убираете нагар карбоновый ну смысле как углерода патч будет выходить черным если вы работаете с нарезным или полу нарезным оружием и вам еще необходимо убирать оттуда медь то чернота в какой-то момент с патча на патче перестанет оставаться и будет оставаться как раз вот остаток меди да си синий вот этот колер который вам показывал и вот здесь мы приходим к тому что лучше бы конечно все вот эти штучки они были не латунными остальными наверное если бы я занимался высокоточной стрельбой то ну или не стальными короче какими то на какие из какого-то такого материала на который химия действовать не будет не будет окрашивать вот если бы занимался высокоточной стрельбой но где для меня это было бы действительно очень очень важно я бы давно уже купил что-то другое поскольку я очень умею не занимаюсь пока чищу все понятно да там промежуточные калибры то я особо не заморачиваясь я просто делаю там три четыре пять если очень грязный ствол прохода ствола просто в него заглядываю через белую бумажку значит если мне ну знаете да там на просвет смотрите и со стороны патронника или стороны ствола подкладывайте белую бумажку чтобы света больше попадала отражение было в общем если дальше я вижу что ствол чистый ну и бог с ним если нет то нет тут еще остановлюсь значит на чем как часто чистить и как насколько тщательно чистить каждую стрельбу и очищу ствол и как бы иногда все если нет настроения но в любом случае каждую тысячу выстрелов я вычищаю все полностью а каждые там 35 тысяч выстрелов под настроение тоже и потому как будет лететь я еще использую вот такую вот пасту наверное надо было бы чаще но мне немножко лень просто вот это специальные полировочные пасты они убирают все у вас там могут появляться задиры сетки разгара еще что-то какие-то особо грязные части там куда-то особенно сильно залезла химия не химия медь там вы никак не можете выкварнуть вот этой пастой вы вычищаете все и вот на ней как бы денег экономить не рекомендую она в общем не очень дорого стоит но хватит и очень надолго и очень немного надо как это делается обычно как я делаю я беру старый стесавшийся шомпол вот на него можно даже увидеть остатки ткань нашу такое ну ладно он там нитки торчат можно их увидеть это значит остатки кажется такого фланелевого патча я наматываю сюда фланелевый патч и его смазывают этой пастой и ос и из не знаю как читается вот и им подать полноценно пидарашу ствол короче вот прям поступать на возвратными движениями просто все вычищаю потом хорошо и убираю после не надо хорошо все вычистить потому что она агрессивная наградет вот ее надо хорошо прям все убрать маслом той же химии теми же ершиками патчами всем 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 вот этим выбирать с помощью этой пасты как раз и карбоновые кольца чистится рядом с патронником ну и в общем все ей чистится все вообще но часто этого делать нужно вот как то так соответственно я примерно понимаю что за три-четыре прохода ствола у меня ствол получается чистая как бы проверял свою чистку после этого на на бароскопе ну все было удовлетворительно значит что еще использую кроме того о чем мы поговорили с вами во первых использую вот такие вот ватные диски они также продаются в оружейных магазинах но можно найти в магазинах медицинских часто такие ватные валики используются в стоматологии для сбора слюны и я обычно беру просто из пачки со своими рабочими они очень хорошо впитывают помогают убрать излишки химии особенно если взять их в пинцет соответственно мы приходим к тому что у меня в наборе вообще я вот то есть с чем я сейчас вам как бы откуда я все достаю такая готова линка это набор для чистки оттис вот но я в него вы доложил кучу всяких своих штук вот просто пинцет с тоненькими этими самыми зажимчиками скажем тогда очень удобно доставать из всяких затрудненных мест если мы говорим об об а к системе это конечно usm чтобы его не разбирать каждый раз и не получать по пальцам боевой пружиной вообще как бы вопрос насколько это необходимо да потому что ну и ладно сейчас я это вот если говорить про аэр систему это конечно опер это зона боевых упоров это кусками ловер в области где тоже саму и сам находится и так далее в общем ватные диски это вообще мастхат потому что их можно напитать состава можно просто и милишку собрать очень удобно кроме пинцета у меня здесь дополнительно лежит вот такой вот шпателек им я в основном отгрызаю какой-то охреневший сша нагар который по-другому ничем не снять но это делать нужно аккуратно чтобы не повредить опять же то на чем он как бы к чему он прилип но обычно это либо поршень вака либо этот самый либо дульные срезы дульники вот это вот все где толстым толстым слоем это все пришкваривается и химии это все больше отмачивать одирать щетками 250 лет вообще этим можно аккуратненько когда хорошо размочил это все подснять но повторюсь очень аккуратно с дульным срезом и со всеми тонкими частями которые нельзя зацепить собственно помянутая мной щетка здесь в наборе штатно лежала вот такая пластиковая но я давно уже пришел к тому что надо использовать вот такие латунные щетки значит это или эту ведь написано нет в общем вот эта щетка от компании bartеч и ее я использую полгода вот эта щетка за 300 рублей из автомагазина значит ей попользовался два месяца но конкретно это еще здоровая больная поэтому в частности было неудобно но как бы вот чем чем плоха как вы видите совершенно разное состояние щетины на бортече есть вот это вот выемка значит мы не знаю наверное не очень хорошо видно вот она вот это действительно удобно плюс на бортече есть еще вот такая тоненькая совсем щеточка тоже очень удобно особенно на арке как раз зоны боевых упоров и вот это вот все прям пушка-вышка вообще и вычищать и самое главное что вот из этой дешевой щетки вот эта вся щетина она лезет забивается во всяких щелях закусывается в оружии так далее что очень сильно неудобно а вот это сидит монолитно ничего никуда не убегает стоит бортечевская щетка по-моему порядка тоже тысячи рублей понятно что как бы мозгу это принять поначалу трудно особенно когда можно в авто мастерской купить за там 200 300 рублей но я очень рекомендую взять именно бортеч удобней ну несопоставимого вообще просто несопоставимые качество чистки тоже улучшается потому что все дульные срезы резьбы usm к слову то чем я говорю что скажу позже usm на к чтобы его не снимать все вот это вычищается вот такой вот щеткой болты поршни затворные рамы затворы вот все 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 вообще в оружии там аперы ловеры ствольные коробки крышка ствольных коробок пружины ну все вообще все чистится вот этой щеткой по большому счету то есть она работа делает больше чем шомпол вот поэтому потратить на хороший инструмент и собственно она же позволит вам не вынимать usm то есть пинцет ватный диск или фланелевый патч на ватный диск просто лучше впитывает и вот такая щетка позволит вам не снимать usm с калаша к там каждую тысячу не получать по пальцам пружины даже если вы используете текер ртм текер очень помогает но тоже не спасает от не панаса и все равно геморро наставить поэтому вот мой вам совет вот такая латунная щетка вот значит дополнительно как вы видите у меня здесь лежит шомпол от и кей фото сэван никуда от него не убежать потому что иногда что-то надо под выбить постучать и так далее и тогда лучше этого шомпол ничего не придумано особенно когда он достается тебе на халяву еще из таких дополнительных историй каких-то это вот такой вот молоточек купленный на алиэкспресс за 100 рублей я его правда там видите уже испортил надо купить новый но в руки не доходит вот но вот тоже молоточек прям очень очень бодрый а вот еще хотел ческать ватные палочки многие любят но в итоге я практически не использую обхожусь валиками и пинцетом но вообще ватные палочки тоже нормальная тема можно всем советовать в откисовском наборе тут значит трехсоставной шомпол здесь чистка для значит как раз зоны патронника в арках и два гибких шомпола с протягом фляжечка еще вот как бы что входит в отисовский набор но если вдруг кому-то интересно будет штатный значит теперь переходим на собственно средства понятно что как все я начинал с баллистола и достаточно быстро от него ушел потом пробовал вот такой вот него элементов ский карбон ремоувер в принципе он работает неплохо и сама по себе и вот эта емкость она очень удобно и спрей прям сильно упрощает работу с как раз частями которые съемные там затворы затворные рамы пружины вот эта вся история поэтому я его собственно сохранил сам поливеризатор вот но здесь как мы видим только карбон ремоувер то есть он не чистит медь и поэтому я достаточно быстро от него ушел и мне повезло мне сразу посоветовали вот такой вот 3 л.м. и он действительно они не так сначала я еще использовал немножечко мне отлили бар тача значит когда у меня совсем не было денег очистить было нужно вот а потом мне посоветовали 3 л.м. как средство которое работает не хуже чем бар тач и человек который вот я как бы пользовался обоими и я подтвержу 3 л.м. который стоит пожалуй там ну сколько раза в четыре на рда дешевле чем бар тач чистит не хуже вот не хуже да и можно смело пользоваться я им пользуюсь уже больше года я поэтому взял видите запу запечатанную банку потому что мы просто перепутал у меня есть распечатанная залито плюс вот в этот карбон ремоувера значит от него элемента и так далее масло значит поначалу когда начал серьезно вернее поначалу я использовал вот такое масло нейтральное оружейное тоже от него элемент но мне оно не очень понравилось потому что во первых оно очень густое сейчас покажу вам вылью на патчик подготовлю все мусорочку как раз вот то есть сейчас поймаем все в кадр чтобы было хорошо видно вот но как видите достаточно густое вот и после него остается достаточно много нагара скажем так и даже если все вытереть больше чем там ну сейчас покажу от чего и поэтому я от него по сути ушел использую больше для консервации для каких-то там мелких смазочек и так далее ну просто чтобы уже потратить его и как бы от него избавиться так чтобы руки маслом не пачкать его скидываем это универсальное оружейное масло нейтральное как бы без всяких там каких-то негативных побочных эффектов все с ним нормально потом использовал соответственно масло к накроил но это достаточно известное масло достаточно дорогое высоко проникающие у меня правда у нее сломалась крышечка поэтому приходится его закупоривать такой вот самодельной штукой из скотча армированного но собственно на полет то не влияет вот соответственно опять же сейчас фокус поймаем как оно работает она прям жиденькая видите и действительно высоко проникающие то есть достаточно капнуть каплю и она сразу расползается по всей площади вот сейчас когда я начал использовать другое масло я просто в целях экономии средств как бы соответственно перешел на другое это оставил его решил оставить для каких-то ответственных там чисток для консервации оружия и так далее что он учитель на хорошие но стоит не дешево и нет смысла пользоваться им постоянно потому что есть еще два вот таких вот масло значит от триал м одно нейтральное вот это рыжая другое универсальное оружейное масло значит они позиционируются так что вот это лучше переносит красный лучше переносит холодной температуры слабо-слабо щелочное и при этом оно лучше и должно использоваться для консервации но в итоге я в основном пользуюсь им потому как она оставляет меньше нагара после стрельбы то есть тоже вы пустой как все почистили вы слегка смазываете патчем масло видите она тоже достаточно легко расползается не как к накрою но хорошо расползается вот пустом как вы все почистили вы проходитесь например вот таким вот влажным в смазке патчем по деталям оружия но потому что болту затвору там каким-то скользящим поверхностям и так далее и после этого вытираете их насухо у вас останется там небольшая масляная пленка но такая да незначительная но нагар никакой образовываться по сути не будет но все равно вот каким-то эмпирическим путем ну я не знаю может быть это у меня так только получается может еще что-то но вот это масло оранжевое после него нагара остается больше и я им практически не пользуюсь пользуюсь красным поэтому по факту я бы вот вам советовала соответственно использовать серое и красное средство сам пользуюсь ими довольно давно уже очень доволен как бы можете посчитать что это реклама но на самом деле нет их покупаю за свои деньги никто мне там их не дает меня никаких контактов с ребятами производителями нету я даже не знаю в каком они городе поэтому вот ну и как видите у меня еще стоит вот эта штука сухая смазка значит от него элемент чё скажу работает неплохо смазывает хорошо но значит два нюанса во первых она очень сильно плюется и после нее надо все убирать вот когда вы разбрызгиваете приходится очень много как бы в моем понимании летит много лишнего вот и приходится потом протирать поверхности которые как бы вроде бы и пачкаться то были не должны а во вторых она хороша для недолгосрочного применения если вы на долгой на долгий срок куда-то идете или есть вероятность того что оружие намокнет потом высохнет потом опять намокнет потом опять высохнет то она не справится защита и вообще никак вот вроде бы вроде бы рассказал все если останутся какие-то вопросы но смело можно как всегда писать их в комментарии друзья всем спасибо за внимание всего вам доброго а